с чего-то надо начинать у меня 10 лет имеются два автомобиля я их эксплуатирую с 2007 года lexus gx 470 2004 года приобретен мной из америки в 2007 году и lexus седан черный ls 430 2002 года эксплуатируется с 2007 года также поэтому мне хотелось бы немножко рассказать о опыте десятилетней эксплуатации что касается вот этой машины я на ней езжу и такое впечатление у меня что я езжу на новом автомобиле что здесь поменялось после америки оказывается плохо был значит плохо работал термостат и распёрла значит радиатор какое-то упущение значит было с моей стороны но заменили все работает нормально поэтому если вы берете машины там с америки или еще там откуда-то ну посмотрите помимо того что в разного рода жидкости это как работает у вас термостат чтобы он не заедал вот в целом в целом целом я очень доволен машиной проезжаю везде там на рыбалку не на рыбалку что еще что еще бы сказать это то что надежная что касается подвески мотора не ломалась внутреннее состояние узнаете потом дверям по разного рода там работе внутренних всех этих внутреннего оборудования все работает двери ходят так как надо ничего не за это не заедает все значит кнопочки работают машина очень тихая чем мне нравится нас же более тихая нежели тот lexus седан кожа как вы видите особо не потертая хотя машина уже 13 лет то есть я делаю кондиционерчик кожи музыка играет великолепно я сюда поставил ipod значит задние сиденья практически на них никто не ездит поэтому все так сказать выглядит как как первозданном виде все лампочки работают что еще сказать значит так как машина у нас семиместная я два кресла отсюда убрал потому что они просто-напросто не нужны и видите поезд получился такой огромный багажник со всеми прибамбасами все это туда еще слаживается вдобавок для этого мы берем ручка вот она есть и слаживается сложиться на вот так вот это да наш багажник видите насколько увеличивается ставится не так раз и просто легко и просто точно так же здесь раз тем более я еще езжу в большинство сам один здесь значит находятся инструменты я думаю показывать вам их не надо так пойдемте дальше секретка на колесах секреточку хранить и потому что часто бывает что и где-то теряет и что самое обидное и и бывает терять и теряет в сервисе и потом еще говорят что это мол вы сами потеряли значит место здесь достаточно кожа видите вот нужно сказать великолепная повторяю машине 13 лет 2004 года выпуска вовремя вовремя надо смазывать люк чтобы его не заклинило у меня такого не было но предупредили что такое может быть поэтому вовремя смазывайте все регулировки здесь у нас ченджер на 6 дисков я его заменил на ipod кстати есть такие штучки переходники что работает и ipod и ченджер особенно вот в седании у меня это наблюдается а здесь почему-то либо работает то либо работает это значит различные регулировки кстати что хотел бы сказать так как это среднеразмерный полноценный джип то что получается он но я бы не сказал что он немножко жестковат но когда он проходит разного рода там препятствие лежачий полицейский то задок хорошенько так подбрасывает и это говорит о том что просто напросто машина приспособлена сразу на 7 пассажиров а ездит как правило ну 3 поэтому а сзади один там я там жена и сзади там дочка ключик в замок проворачиваем здесь у нас сразу что в порядке что нет вплоть до того как подкачаны шины кстати интересная особенность по шинам если в пятом колесе которое в запаске давление падает датчик срабатывает и у меня был случай когда я подкачал все четыре колеса все вроде нормально а датчик горит оказывается спустила вернее приспустила несколько запасное колесо подкачал его и все пошло нормально заправляюсь я бензином 95 хватает обычно его на где-то вот когда езжу в москву примерно на 600 километров так значит у меня такая штучка работает значит нажимаю с пульта и машина заводится руль выходит опа машина завелась но для того чтобы она поехала необходимо воткнуть ключик и его провернуть значит я на ней уже пробежал двести тридцать две тысячи километров вот и что касается по эксплуатационным качествам автомобиля я весьма весьма доволен необыкновенно тихо машина внутри едешь ничего особо не чувствуешь что там где там снаружи значит ничего не движется все работает различные заговульки вот ну уже там показывали что это тут очечница там это с очками многие об этом рассказывали и что я должен еще сказать это очень хорошо работает подогрев то есть мы включаем вот эти вот кнопочки и очень быстренько все нагревается ну очень быстро просто в других машинах я такого не ощущал все блогеры очень хорошо отзывались об этом автомобиле о его надежности о его так сказать неубиваемости и я должен сказать что вот эта машина действительно заслуживает вот этого этих характеристик здесь у нас имеется бардачок с различными штуками подстаканник значит вот этот секретка для колес секретка для колес как я вам говорил постарайтесь все не потерять и не забыть на сервисе положили секретку на место вот я включил подогрев и уже попе тепло очень и очень удобно значит машина до сих пор бегит если дать ей жару значит сколько тут она ну шкала то 200 км ограничена на 180 совсем недавно я ехал на ней с москвы решил так сказать притопить и представляете почему то она пошла на 190 км в час дальше я не стал ничего не это так сказать усугублять ситуацию всякое может быть значит вот эта вот часть меняется этот приборный щиток чтобы показывали километры и градусов цельсия как видите ничего не потерлось тут этот весь велюрчик как был так он и в хорошем качестве имеется все кнопки работают опачки опачки все поехало если вы сдаете назад зеркало опускается хоп опустилась все как положено если сдаете вперед вперед попа она выравнивается что очень хорошо так никуда я не уеду встаю закрывается то есть достаточно только раз сделали и все двери пошли закрылись еще разок скажу действительно о особой надежности возможности этого автомобиля о комфортной езде особенно когда нету кочек различных кстати вот здесь видите переключается машина поднимается вверх это можно сделать сейчас включить это комфорт подвески в комфортном режиме и в спорте когда едете по трассе переключаетесь на спорт и получается нормальненько машина идет без всяких раскачек хотя я люблю чтобы она как маркетанская лодочка плыла немножечко покачивалась так это значит четыре у нас включается колеса это еще раз датка я и практически не пользовался это у нас прикуриватель подзаряжаем свои телефоны и камуры значит протапливается машина очень и очень быстро кстати можете посмотреть сколько тут разного рода прибамбасика вот я тут включаю видите и шины показывают и давление и масло и аккумулятор и еще что то еще что то еще разок посмотрите значит можно кстати настроить машину она будет сама замыкать отмыкать вот видите раз замкнула и так отомкнули теперь еще разок смотрите сколько всяких функций тут есть и такая и сякая большинство которых и просто-напросто не нужны вот так значит у нас тут конечно есть и карты не работают вот это они работают меню дисплей информация ауди климат ну климат очень жесткий очень быстро работает так что вот вы видите машину машину тринадцатилетнюю все в ней работает по состоянию она напоминает собой новую вот ездишь и радуешься ну что еще можно конечно заглянуть под капот есть такие любители заглядывать под капот как говорится почему бы и нет капот открывается вот этой вот штучкой вот открыли ну и заглянем что у нас там делается под капотом значит слышите двигатель шепчет здесь две настройки у нас водительские две настройки водительские очень удобно фары сами по себе не включаются и не ну будем говорить ходовые огни добро здоровься так ну что касается мотора вывелить мотор про мотор очень много рассказывали я так сказать с наслаждением слушал что что-то как-то работает все довольно таки тихо хорошо но постарайтесь не упустить кондиционер чтобы климат-контроль у вас работал поэтому обращайте внимание на эту штучку чтоб все у вас работало и плюс как только весна обслуживайте дополняйте фреон иначе могут быть проблемы с кондиционером у вас ну вот и все что касается мотора мотора значит задний ряд сидений места вполне достаточно но опять-таки все очень хорошо выглядит периодически что я делаю я периодически делаю кондиционер кожи делаю то есть обрабатываем кожу вначале это особо не делал а потом я стал это делать примерно раз в три месяца и как видите состояние кожи можно сказать великолепное так что тут у нас есть у нас тут просто напросто толком ничего нету а вот они выдвинулись эти подстаканники значит подкачивается слышите слышите как заработал компрессик подкачивается машинка держит все на одном и том же уровне мы с вами берем опа пошел стекло хорошо все ходит ничего нигде не заломалась так ну и остается еще показать как мне сказали это чтобы подвеска была в хорошем состоянии необходимо ее изредка включать то на максимум поднимаем вот нажали что там включилась вот она это начал работать компрессор что мне еще нравится мне нравится что здесь вот она подножечка освещается и вот она подножечка освещается опа видите зеркала не складывается но вы знаете я считаю что это плюс почему меньше различных механизмов которые отказывают доволен фарами фары линзы что еще сказать по поводу машины стеклышки все родное все свое машину я не стал мыть потому что это рабочая машина не на какой-то там выходной день это у меня повседневная поэтому она в таком виде находится ну естественно ее мою ну так как погода видите какая у нас сейчас сейчас у нас январь 17 число донец у нас вот что касается машины приятно еще то что среднеразмерный джип он влазит на любые стоянки можно хорошо парковаться значит сзади имеется камера заднего вида камера заднего вида это у нас заводская вот мы сейчас так сделаем очень хорошо она показывает на заднюю передачу опа помимо того что зеркала я прекрасно все вижу куда я еду опа машинка настроена так что начинает движение практически сама да еще что мне нравится большой радиус заднего дворника позволяет очищать намного больше стекло и лучше видимость люк ну люк значит он поднимается опускается значит дальше он у нас он у нас а это свет да он у нас идет кстати машина с люком очень удобная вещь приятно вообще не так ездить вот как сейчас я его открыл а просто что люк был открытый да свет и как то не так темно лично мне это очень нравится потому что я не люблю ездить в темных машинах роль как вы видите все кожа все как положено единственное знаете где трется вот трется вот здесь вот вот дырочка вот сейчас я вам покажу вот дырочка все вроде хорошо хорошая кожа а вот здесь вот вот она дырочка из-за того что здесь какая-то острая такая часть которая прорывает это ну не сразу а со временем магнитола не знаю значит диски ну вот такой вот автомобиль состояние кожи вы видели состояние всего вы видели все функции у машины которой на данный момент 13 лет все это работает и такое впечатление что я езжу на машине новой пластик мягенький деревянные вставки тут так что за 10 лет эксплуатации был поменен аккумулятор просто он уже пришел в негодность значит радиатор так как он прорвался из-за того что вот это вот крышечка не сработало надо ее смотреть значит были проблемы с компрессором кондиционера поэтому надо обязательно вовремя заправлять фреоном к счастью устранили все удачно так получилось я открыл дверь зажились подсветка для подножек очень удобно ставится это у нас лексус это различные прокладочки я отдельно слежу за тем что все прокладочки после то были на своих местах потому что любят клипсы отдирать потом куда-то забрасывать и все это начинает болтаться я проверяю так чтобы все клипсы были на местах прекрасно открывается без всяких хлопков закрывается не надо ничего хлопать ну капот 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 немножечко тут посекся побился потому что у нас постоянно идут какие-то тут ремонтные работы все это летит видите какой у нас зазор какой зазор сейчас я ее буду опускать но теперь мы отъедем так во пачки а Переключили И тронулись Корабль поплыл И это очень хорошо Горка Можете посмотреть на горку Сейчас придавливаю на газельку И так придавливаем Машина Машина подпрыгнула Резво Так сказать Пошла Ну вот как я сказал Задок слегка Жестковат Из-за того что там должно находиться Пять человек Примерно сзади Пять человек И поэтому Подвеску сделали заднюю пожестче Но так как Ездит не пять человек А вообще она пуста Поэтому ее подбрасывает 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 Так мы рулим Рулем 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 легко и просто Ну себе предпочитаю особо не показывать Не всем нравится мое лицо Но тем не менее видите я рулю Давно Неоднократно делал Пробеги Пробеги Москва Ростов Это более тысячи километров Тысячу километров я считаю За единицу измерения Которую я назвал Махач Ну вот так что Махачи я дал Достаточное количество Ну и едем Едем Немножечко сочиняем Разного рода Стежки Ну например вот такой Мама рулит в красном авто Я и братишка Смотрим в окно Потом сейчас еще я вспомню Ночь Дорога Свет машин Хит FM И я один Ну видите у нас какие дороги Поэтому по таким дорогам Соответственно такие машины и должны быть Так что прекрасно работает подвесочка Хотите пожестче Хотите помягче И поедем дальше Так что еще раз Что меня поражает Это то что Никаких люфтов Там в руле В дверях Каких то шумов Разбалтываний Вот чего то там такого Знаете я в машине Не ощущаю Она такая сбита Добротно Такое впечатление Что ты едешь В новом автомобиле Добротно Добротно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 430 430 Сатый.